Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре компания Axelot. Тема сегодняшнего вебинара – это опыт внедрения Axelot TMS для дистрибьюторов от запчастей на примере одного из проектов. Ведущим вебинара выступит Наталья Михайлова, она является руководителем проекта внедрения TMS, и я, Константин Старовойтов, менеджер по работе с клиентами компании Axelot. Итак, собственно, план сегодняшнего вебинара. Сначала по традиции напомним вам о компании Axelot, далее кратко расскажем концептуально о возможностях функциональных нашей системы, затем поговорим более детально о нашем опыте внедрения TMS на проект TMS. И в конце постараемся ответить на все ваши вопросы. Итак, поехали! Собственно, о компании Axelot. Компания Axelot работает на рынке IT с 1998 года, в прошлом году у нас был 20-летний юбилей. У нас есть два ресурсных центра в городе Москве и в городе Кирове. Наш штат насчитывает уже более 200 человек, и в целом мы занимаемся автоматизацией процессов управления складской и транспланистикой, а также оказываем услуги по лог-консалтингу. В рамках проекта мы привыкли оказывать полный спектр услуг и с удовольствием делаем это и на вашем проекте. Что это значит? То есть мы можем начать с проектирования и оптимизации уже существующих бизнес-процессов, внедряем системы TMS, в рамках проекта можем вставлять необходимое оборудование под ключ, а также оказываем постпроектное сопровождение, в том числе в режиме 24 на 7. Если говорить о преимуществах нашей компании, то, конечно, в первую очередь это наши сотрудники, наши люди. У нас выделенный штат консультантов, руководителей проектов, архитекторов, разработчиков, которые все высококвалифицированы и хорошо разбираются в вопросах автоматизации или лог-консалтинга. Мы реализуем более 100 проектов в год, в том числе у нас есть опыт построения высоконагруженных систем, и благодаря тому, что у нас много сотрудников, много проектов и так далее, наша компания является стабильной и финансово устойчивой, что безусловный плюс для вас. Мы работаем с некоторыми партнерами. Во-первых, сама компания Axelot – это IT-холдинг. В холдинг группы компаний Axelot появляются три компании. Первая – это Axelot логистика, собственно, это мы. Далее – это компания Gradum. Компания Gradum занимается внедрением систем класс ERP для корпоративного рынка. Компания TREON – это проекты по NCE интеграции. Компания Zebra – это ведущий производитель оборудования для идентификации товара. Но на TMS-проектах мы часто используем терминал спорта данных для водителей. Такие устройства, планшеты, коммуникаторы. Компания Xtreme – это производитель Wi-Fi оборудования. Компания Stigit – это поставщик картографического сервиса. И фирма 1S – наш старейший партнер. Почти все наши решения разработаны на платформе 1S. Если говорить про клиентов, и раз уж мы сегодня говорим про TMS, за все время работы нашей компании мы реализовали более 50 проектов, причем в разных сферах деятельности. Если говорить про сфер запчастей, коли уж мы сегодня про них говорим, то это тема сегодняшнего вебинара компании Imparts, это компания Автопитер в Питере, это компания Berg, тоже дистрибьютор в Москве запчастей. То есть, в принципе, по этой сфере, по этой отрасли у нас довольно широкая экспертиза. Но помимо запчастей, есть также куча других сфер, где мы реализовали проекты по TMS. Важно отметить то, что наша компания является именно разработчиком программных решений. Причем мы разработали за все время существования нашей компании уже не одно поколение систем, их было несколько, но на сегодняшний день нашими флагманскими продуктами являются Axelot MSX4, о чем мы сегодня разговариваем, и Axelot MSX5. Причем немаловажно то, что при разработке наших флагманских решений в текущих актуальных, мы использовали некую концепцию блок-платформы. Блок-платформы AxelotX. Это некий набор принципов, а именно, то есть мы используем общие интерфейсы, некую общую субъективную модель. Мы спроектировали систему таким образом, чтобы у них не было дублирующихся функций. У них есть заранее преднастроенная интеграция и вариации взаимодействия между ними. Плюс у них общий подход к архитектуре. Поэтому очень удобно, когда компании и ВМС решения, и ВМС, это от одного вендора. Все это объединяется в единый логистический контур. И, в принципе, очень-очень удобно с этим работать. Ну, а теперь поговорим именно про ВМС. Да, про ВМС. Я передаю слово своей коллеге Наталье. И дальше она уже у нас скажет более детально, более подробно. Добрый день, коллеги. Собственно, переходим непосредственно уже к функциональным возможностям нашей системы на поколение ТМС-Х4. Мы позиционируем систему свою как комплексный подход, который доступен как производственным экспедиционным дистрибьюторским компаниям, так же компаниям, которые оказывают услуги по перевозке. Система является комплексной. Почему? Потому что позволяет, собственно, управлять самими перевозками, управлять собственными транспортными средствами, умеет калькулировать затраты и выводит их в аналитическую отчетность. Также мы можем интегрироваться с телеметрическими системами. И есть у нас еще решение для исполнения рейсов с помощью приложения Android клиента для водителей. Немного о блоках, которые, собственно, есть в нашей системе, связанные, например, с управлением перевозками. Здесь мы умеем управлять заявками на перевозку груза. Помимо заявок на перевозку груза, также можем учитывать заявки на работу в спецтехнике и пассажирские перевозки. Соответственно, также в этот блок у нас входит само непосредственное планирование рейсов, проведение тендеров и выбор перевозчиков на рейсы. Соответственно, также ведем учет по контролю доставки отчетных документов. И, соответственно, рассчитываем тарификацию на спланированные нами заявки в рейсе. В части управления собственным парком мы, соответственно, введем полный учет собственных транспортных средств, учет горюче-смазочных материалов, шин, узлов, агрегатов, оборудования. Соответственно, ведем также учет документов, транспортных средств и водителей. Выписываем путевые листы, учитываем все расходы непосредственно в них. Также ведем учет планово-технического осмотра транспортных средств и ремонта. По калькуляции затрат, соответственно, в системе есть возможность, собственно, планировать и учитывать затраты, при этом как прямые, так и косвенные, в различных разрезах аналитики. По спутниковому мониторингу – это возможность интеграции и забора данных серверов телеметрических систем и, собственно, установки их в необходимые документы системы. И по Android-клиенту для водителей – это рабочее место непосредственно для водителей, это электронный маршрутный лист, в котором непосредственно сам водитель либо экспедитор выполняет все те работы, которые мы запланировали в рейсе. Соответственно, в нем он может видеть порядок объезда последовательного исполнения задач в мобильном клиенте. И плюс ко всему, наш Android-клиент может интегрироваться с онлайн-кассами. Ну, собственно, какими могут быть предпосылки для внедрения в компаниях, которые занимаются дистрибьюцией автозапчастей? Наверное, первое – это в связи с ростом объемов заказов, ростом объема доставок, расширением географии у нас усложняется, собственно, наручное планирование. При этом при планировании мы должны учитывать временные ограничения по тем заказам, по тем временным окнам, то, что у нас, собственно, выбрал клиент, и также учитывать особенности по точкам доставок. Также нам необходимо контролировать работу водителей. При выполнении, собственно, работы собственным парком, необходимо учитывать расход топлива и, конечно же, его снижать. И, соответственно, также, если оплаты производятся непосредственно у грузополучателя, то также учитывать денежные средства, которые мы получаем, и информировать об этом корпоративную систему. Основными целями автоматизации в данной области является реализация планирования большого объема точек доставки в одном рабочем месте, самого процесса планирования рейсов, выполнение этих рейсов водителями, контролировать факт передачи товара клиенту в онлайн-режиме при работе с мобильным клиентом, и, соответственно, при необходимости, это интеграция мобильного клиента с онлайн-кассами. Какие эффекты мы достигаем при работе в ТМС-системе? Это снижение количества транспортных средств, которые мы, собственно, распределяем по тем заявкам, которые будем спланировать в рейсе. Это снижение пробега из суммарного километража по транспортным средствам, оптимизируем затраты на арендуемый парк, соответственно, тем самым минимизируем время на планирование маршрутов с минимальным влиянием человеческого фактора, что, собственно, позволяет сократить труды затраты логиста. То есть у него появляется возможность заниматься какими-то дополнительными работами помимо планирования рейса. Немного о компании Imparts. Эта компания специализируется на оптовых продажах автокомпонентов для автомобилей иностранного производства. Она была основана в 2011 году и является, соответственно, официальным дистрибьютором торговых марок Parts Mall. На текущий момент более 20 тысяч автозапчастей в портфеле компании для автомобилей корейского производства. Более 5 миллионов наименований товаров доступны, собственно, под заказ в интернет-магазине. Хотелось бы отметить, что основные заказы от клиентов идут через интернет-магазины. Количество заявок в день, которые обрабатываются по данной компании до 800. Собственных транспортных средств это до 5. То есть основная масса рейсов, она исполняется с помощью привлекаемых перевозчиков. Объект автоматизации у нас, соответственно, находится в городе Москва, но при этом планирование мы осуществляли на регионы Великой нашей Российской Федерации. Соответственно, чуть-чуть о процессной модели в компании. Мы настраивали интеграцию между двумя системами. Это корпоративная система информационная, которая являлась для Axelot MSX4 основной. Именно оттуда мы получали заявки на перевозку, которые необходимо было распланировать в рейсы. Планирование рейсов велось с помощью расписания постоянных маршрутов. И также доставка по Москве автоматизировалась непосредственно логистом автоматически. По факту планирования рейсов они передавались, соответственно, обратно в корпоративную систему, на основании чего производился отбор товара. Факт отбора, собственно, поступал обратно к нам в систему. Поступает, точнее, даже обратно к нам в систему для уточнения товарного состава с формированными грузовыми местами, присвоенными им штрих-кодами грузов. Факт исполнения производится с помощью мобильного клиента, где мы, собственно, знаем, где находится наш водитель, какие работы он исполняет, ну и, соответственно, так далее. По факту исполнения работы по рейсу, прохождение точек, каждой точки водителем информации также отправлялось в корпоративную информационную систему, где фиксировался факт того, что груз передан, какая часть груза, соответственно, передана, какая часть денежных средств, собственно, забрана у грузополучателя и уже обрабатывалась непосредственно в корпоративной системе. И, соответственно, это факт контроля доставки всех необходимых документов по факту исполнения груза. Далее, про учет заявок непосредственно по АТМС-Х4. Система умеет, что? Получать, собственно, и согласовывать эти заявки на перевоз. То есть в момент получения идет обработка заявок по необходимости, где, собственно, идет проверка на правильность ввода информации на стороне корпоративной системы. На уровне заявок на перевозку мы можем также рассчитывать услуги по перевозке для заказчиков, если мы их оказываем, и они не включены, например, у нас стоимость самой продукции перевозимой. Также в заявках происходит фиксация грузовых мест и товарного состава. Если брать, например, компанию «Импарц», то фиксация грузовых мест и товарного состава у нас происходила чуть позже. То есть уточнение товарного состава ушло непосредственно перед началом выполнения рейса. Соответственно, также по заявке ведется учет инкассации. То есть сколько денежных средств мы должны получить от грузополучателя. Эту информацию мы получаем из корпоративной информационной системы. Она основана, собственно, на стоимости того товарного состава, который в ней присутствует. Ну и также Axelot MSX4 позволяет, собственно, делить все заявки, например, по направлениям деятельности, по филиалам или подразделениям, и, собственно, вести учет по ним и в дальнейшем, собственно, формировать аналитическую четность. В TMSX4 также реализованы различные мультимодальные схемы, которые могут применяться к отдельным документам, заявке, либо к отдельным грузовым местам. Эти мультимодальные схемы, собственно, настраиваются либо непосредственно в системе, либо, соответственно, приходят из корпоративной. Ну, то есть это тот же самый кроссдокинг, то есть если мы ввезем в какой-то пункт перегруза большую машину, далее осуществляем расход, собственно, более мелкими. Но количество пунктов перевалки, да, там груза, если сказать попроще, оно не ограничено в системе, и все зависит от вашего подхода к исполнению заявок. Ну и, соответственно, на основании таких схем мы ведем учет расходов по каждому плечу маршрута. То есть у нас заявка, получается, одна, при этом плечи, да, там, звеньев ее исполнения несколько, эти звенья могут планироваться в различные рейсы, назначаться различным перевозчиком, соответственно, оцениваться, да, там, услуги перевозчика могут по-разному в зависимости от различных показателей. И по факту выполнения этой заявки все эти затраты, собственно, прилетают к одному документу. Про планирование рейсов в ТМС-Х4. Для этого применяется отдельное рабочее место планирования рейсов, в котором, собственно, мы видим по установленным, собственно, параметрам, да, какие заявки на какой период нам необходимо и какое их количество необходимо распланировать. Устанавливаем, подбираем те транспортные средства, которые будут задействованы в данном рабочем месте для осуществления доставки. Хотелось бы отметить, что система может работать как с реальными транспортными средствами, собственными, либо реальными транспортными средствами, как мы называем, порой, чужие, свои. То есть мы знаем, ну, полную информацию по ним, да, там, регистрационные номера экипажа установлены. Также система может работать с виртуальными транспортными средствами. То есть назначением перевозчиков мы занимаемся чуть позже. При планировании рейсов можем учитывать ряд параметров, которые, собственно, в ней устанавливаются, сдаются. Такие, например, как временное окно получения, контроль совместимости перевозимых грузов, учет графиков работы водителей, возможно, даже какие-то ограничения в точках доставки. Например, такие окне все транспортные средства могут спокойно подъехать к тому или иному грузополучателю, не пролезли под эстакадой, соответственно, пандус либо высокий, либо низкий. Такие параметры настраиваются в системе, при планировании они контролируются. Соответственно, также можно планировать заявки, разделив их по зонам. Зоны, соответственно, отрисовываются таким образом, как удобнее вам работать, либо в процессе настройки макета системы, тестового запуска приходим к выводу, что необходимость есть, и уже непосредственно в проекте начинаем с этим работать. По факту предоставления картографического сервиса нашими также партнерами мы можем учитывать статистику по пробкам за прошлые периоды. И плюс при интеграции со складскими системами мы можем учитывать также график работы доступности складских ворот, дабы не создавать очередь при осуществлении погрузки на складе. Соответственно, про автоматическое формирование рейсов. Система осуществляет автоматический подбор маршрута, согласно, уже несколько затронуло, это согласно зонам погрузки и разгрузки. Также можно ввести планирование отдельно по заказчикам перевозки. Существует ряд настроек, которые возможно установить в системе и, собственно, их контролировать. Про порядочные маршруты по типовому расписанию. То есть если мы знаем, что у нас по определенным направлениям, в определенные дни недели, собственно, уходит определенное количество транспортных средств, мы сдаем их. И система уже самостоятельно при получении таких заявок, которые соответствуют в турсписании, формирует рейс сама. То есть уже, если мы ведем, например, планирование по таким рейсам на виртуальное транспортное средство, логисту остается только назначить конкретного перевозчика транспортных средств и исполнителя, то есть водителя, на сформированной системе рейсов. Ну и также это соблюдение временных окон, потому что все наши клиенты, собственно, хотят получать свои заказы в установленный период времени. Поэтому система четко контролирует то, что установлено в заявке. Формирование рейсов без участия пользователя, оно затрагивает как раз формирование по расписанию. На одном из проектов, даже на проекте M-Parts, по факту сформированных расписаний, все распределяется согласно тем схемам и тем расписаниям, которые есть в системе. То есть логист уже, наверное, повторюсь, назначает перевозчика, просто переводит статус у рейса к выполнению. Ну и, соответственно, если мы спланировали рейс, установили перевозчика, мы знаем его ставки, которые также заведены в системе. То есть система осуществляет автоматический расчет расходов по тем показателям рейса и по тем, собственно, договорным отношениям с перевозчиком, которые у нас есть. По факту того, как мы спланировали, собственно, рейсы, да, установили перевозчиков, то непосредственно переходим к исполнению рейса. Исполнение рейсов, возможно, несколькими способами в Axelot TMS-4. Их три. Первый, соответственно, это ручной ввод данных диспетчерам, например, посредством поддержания связи со водителем. Возможно, вы скажете, что он не совсем удобный, но есть такие тоже, да, там, варианты введения и отметки о том, что груз передан грузополучателю, ну, как один из. Второй вариант – это интеграция с телеметрическими системами и забор данных непосредственно от них, от трекеров, установленных на транспортных средствах. То есть мы понимаем, что у нас машина вошла в зону покрытия точки, мы знаем, что она стоит определенное время, мы понимаем, да, там, система, собственно, формирует документ о том, что эта точка, собственно, пройдена. И, соответственно, третий, на наш взгляд, самый удобный вариант исполнения рейсов – это подключение, соответственно, мобильных клиентов. Когда, соответственно, водитель, непосредственно получив свой электронный маршрут, осуществляет исполнение его в своем устройстве. Но либо это смартфон, либо этот планшет, зависит от того, с чем удобно, собственно, работать, либо чем вы располагаете. Хотелось бы отметить в данном случае нашего партнера – это компания «Зебра», которая предоставляет, собственно, такие смартфоны. Они, собственно, являются ударопрочными, то есть защищены от ударов. Можно, собственно, да, там уронить, не переживать, что что-то разобьется, что-то куда-то отлетит. Они оборудованы сканером считывания штрих-кодов, то есть если у нас все грузовые места, собственно, обозначены своим кодом, то такие устройства позволяют очень легко его считывать. С ними легко работать в любое время года и, соответственно, они спокойно реагируют на дождь. На наши осадки с ними, соответственно, проблем нет. По поводу того, как происходит исполнение с помощью мобильного клиента, расскажем на следующем слайде. То есть что мы можем, собственно, фиксировать при выполнении работы водителем непосредственно на них. Данный функционал довольно-таки обширен. Соответственно, что мы можем фиксировать? При подключении, собственно, к рейсу водителем он видит маршрут, по которому, собственно, нужно исполнить задачи. Этот маршрут он может видеть, собственно, полностью на ваше усмотрение. Это настраивается правилами работы в мобильном устройстве, в системе. А может видеть только следующие точки. Просто есть такие клиенты, которые не хотят, чтобы водитель в Android клиенте видел все, и чтобы не имел возможности, например, перестраивать маршрут. Почему? Потому что мы считаем, что мы спланировали его оптимально, и он должен исполняться именно в этой последовательности. Но если вдруг возникают какие-то дорожные ситуации, тогда возможно появление именно изменения порядка объезда маршрута. Здесь мы также можем это либо разрешить водителю, либо, соответственно, настроить такое событие в системе, которое бы осуществляло запрос к логисту на изменение порядка объезда точки и получение, соответственно, либо положительного, либо отрицательного ответа. Также, соответственно, в мобильном клиенте водитель видит, как необходимо подъехать к точке. Если установлены, соответственно, какие-то навигаторы, да, ну, гугловский навигатор, он по умолчанию встроен в устройство с операционной системой Android. И также можно строить маршрут до следующей точки с помощью Яндекса, Яндекс-навигатора. Прокладывается он, соответственно, с текущей ситуацией на дороге, и уже водитель, собственно, видит, как ему объехать. По факту прибытия в точке необходимо обозначить, что прибыл. В системе фиксируется время прибытия, формируется, собственно, отдельный документ, где, собственно, это все отмечается. Далее также есть команда о начале выполнения работ. Почему? Потому что между прибытием и началом работ может пройти какое-то определенное время. Занял очередь, да, там, стою, жду своего времени погрузки. После установки, собственно, этой команды о начале выполнения работ необходимо осуществить передачу груза. Передача груза, соответственно, осуществляется несколькими способами. Либо это свайп по конкретным грузовым местам, либо это сканирование штрих-кода, либо QR-кода. Вот по поводу штрих-кода, как раз вот компания Zebra своими устройствами, собственно, помогает нам быстро осуществлять передачу таких грузов. Если вдруг возникают такие ситуации, когда, исходя из плавного времени, который запланировала система, водитель приехал на точку, мы его, собственно, видим, да, где он находится. Почему? Потому что Android-клиент, он является также, да, своеобразным трекером, то есть мы получаем координаты его местоположения. Мы можем также настроить события в системе, которые бы напоминали водителю о том, что он должен отметить факт прибытия. Ну, вдруг забыл, там, телефон в машине не оставил, с собой взял, то это устройство ему подсказывает, начинает вибрировать, и задает вопросы, собственно, где ты находишься, нужно отметить факт того, что ты приехал, и можно сформировать группу предопределенных сообщений, которые, собственно, отвечает сам водитель. Тут как раз тоже, собственно, про сообщения. Также Android-клиент позволяет общаться с диспетчером посредством, да, там, встроенного чата в нем. Также можно настроить предопределенные сообщения, ну, например, как на данном слайде, не дай бог сломался, либо он находится на заправке, либо решил, соответственно, пообедать. Вот, в рабочем системе спутникового мониторинга в системе ТМС мы, собственно, видим эти сообщения, можем на них реагировать, отправлять какие-то ответные, и водитель их тут же, собственно, увидит. Данный слайд говорит о том, что мобильное приложение от Axiotom SX4 позволяет отчитываться у грузополучателя вплоть до товарного состава, с вводом конкретных единиц того, что мы передаем. То есть у нас, да, там, при работе через интернет мы заказываем что-то в количестве большем, но приобретаем, соответственно, то, что нам необходимо. Водители отмечают точное количество того, что он передает, по остальным позициям, соответственно, устанавливается определенная, да, там, проблема, фиксируется, да, там, какое-то событие. Мы понимаем, что он это привезет обратно. Также приложение позволяет, собственно, оповещать логиста, да, либо диспетчера, в зависимости от того, кто, собственно, работает в системе, о, например, запросах на досрочное убытие, источки, либо досрочное завершение работ. Здесь это интересно, наверное, при работе с сетями, когда мы приезжаем, занимаем очередь, стоим 4 часа, но мы с вами понимаем, что за эти 4 часа, которые мы будем просто стоять, мы можем исполнить какие-то другие точки, заявки грузополучателям и спокойно вернуться обратно. При этом, собственно, отметка о том, что мы стоим, что мы были в этой точке, она произведена. Соответственно, здесь, на этом слайде, уже повторюсь, наверное, если мы даем право водителю на изменение порядка объездных точек, то есть команда на запрос, либо непосредственно изменение точки по маршруту, как здесь написано, запросить ее следующей, либо назначить при наличии прав у водителя ему самостоятельно. Система, соответственно, пересчитывает порядок объезда следующих точек, в зависимости от того, что мы поднимаем выше. Здесь, соответственно, указано на слайде, это причины запроса, то, когда водитель непосредственно работает с логистом. Это, соответственно, про мобильный клиент. Еще хотелось бы, чтобы про него сказать, что мы видим в онлайне то, что делает водитель, как он перемещается, все проблемы, либо передача груза у грузополучателей. То есть диспетчер контролирует то, как он попадает, не попадает во временное окно. Даже если вдруг случилась такая ситуация, и мы видим, что у нас идет задержка по доставке груза к следующему грузополучателю, система нас об этом оповестит. То есть, например, у менеджера, да, или у менеджера, или сервис-менеджера появится возможность связаться с грузополучателем, договориться о том, что водитель едет, он будет у вас, но чуть-чуть попозже. И по факту тех позиций, да, либо грузовых мест, которые, собственно, грузополучатель, например, не получил, либо мы, например, приехали, а кладовщик, который должен принять груз, либо отсутствует, либо мы опоздали, все фиксируется в системе, онлайне мы видим, что у нас приедет обратно. И при интеграции с корпоративной, либо со складской системой мы можем формировать соответствующие документы. Заявка на возврат, либо ожидаемая приемка по факту возврата водителя. Также Аксилот МС-Х4 позволяет управлять полностью собственными транспортными средствами. Для этого ведется их полный учет, как по весогабаритным характеристикам, грузоподъемности, объемы, какие-то линейные показатели, если мы перевозим какие-то негабаритные грузы. Отличие транспортных средств, которые ведутся в системе, потому что мы и сторонних перевозчиков должны указать в системе, и собственных. У собственных, собственно, ставится специальный реквизит, который говорит о том, что это наша машина. И при необходимости введения учета выработки транспортных средств, ее амортизации, мы ее принимаем к учету. И, собственно, указываем необходимые параметры по стоимостным показателям транспортных средств. Если машина уже бывшая, собственно, в использовании, то мы также этим документом устанавливаем, а когда у нас была последняя дата техосмотра, на каком, собственно, пробеге это учитывалось. В части работы ДОП-оборудования, установки ДОП-оборудования на собственные транспортные средства, также устанавливаем ТО по оборудованию в моточасах, на каких, собственно, часах оно производилось. Соответственно, по учету выписки путевых листов для собственных транспортных средств, для спецтехники, легковых автомобилей, оборудования, мы устанавливаем нормы расхода ГСМ. Для ведения учета, ремонтов, да, и прогнозирования следующей даты технического осмотра также устанавливаем нормы. Либо в пробеге, либо в моточасах, либо, собственно, в сроках использования. Выдача путевых листов, собственно, осуществляется на каждый рейс, либо в один путевой лист может быть включено несколько рейсов. Но это в случае, если мы куда-то далеко отправляем машину, находим ей обратный рейс и включаем этот рейс в системе в один путевой лист. При заполнении, собственно, путевых листов, при выдаче, точнее, путевых листов, происходит автоматическое заполнение по начальным остаткам топлива и начального пробега. Далее заполнение уже осуществляется либо на основании датчиков, а установленных на транспортные средства, то есть это конечный остаток топлива. Также, если есть интеграция садометров в транспортном средстве, то можно также подгружать пройденный километраж для того, чтобы посчитать на разницу. Все документы, в данном случае указаны про путевые листы, но хочу также отметить, и заявки, и рейсы, они находятся в определенных статусах, все, соответственно, зависит от процесса их исполнения. Путевые листы также у нас имеют свои статусы, выдан, возвращен, завершен. ТМС-Х4 также позволяет управлять транспортом в части проведения ремонтов. Наверное, уже тоже, да, в очередной раз повторюсь, что умеем прогнозировать следующие даты ТО. В этом нам помогает рабочее место управления ремонтами, где мы, собственно, видим, да, какие последние документы ремонтов были сформированы, какая дата прогнозная следующая, исходя из сроков пробега, либо, соответственно, выработки в моточасах. С этого рабочего места уже непосредственно можно сформировать документы и, например, запланировать на ремонт, на транспортные средства, на оборудование. При исполнении, да, при введении, точнее, ремонта, да даже и при планировании ремонтов на транспортные средства, мы также можем, собственно, осуществлять подбор как запасных частей, так и оборудования. При этом мы понимаем уже предварительно, да, там, сколько мы можем потратить либо на их установку, либо на их снятие. И документом ремонт непосредственно, да, у нас фиксируются затраты, которые мы, собственно, в дальнейшем распределяем на транспортные средства, на те рейсы, которые исполнял у нас этот транспортный средство. Как раз плавно перешли к расчету распределения затрат, то есть в системе существуют гибкие правила расчета затрат, формирования их, даже не только затраты, но и формирования, собственно, учета, да, планирования и фактического, да, там, учета доходов и расходов. Соответственно, если брать расходы, то мы можем учитывать как прямые, так и косвенные, которые, собственно, вложатся у нас вплоть до заявки. Расчеты задают у нас с помощью формул, да, а они полностью соответствуют тем договорным обязательствам, которые у нас есть, например, с поставщиками услуг. И помимо того, что мы настраиваем правила, мы же хотим еще и распределить ту сумму, которая у нас вложится целиком, собственно, на рейс между теми заданиями, которые включены. Так как рейсы у нас формируются, но могут формироваться как на одну заявку, а могут также иметь несколько заявок, да, там, все зависит от того, как четко у нас работают водители, какое количество доставок они в день могут осуществить и, соответственно, зависит от региона. Потому что если брать Москву и, скорее всего, Санкт-Петербург, количество заявок меньше, исходя из загруженности наших дорог, если брать регионы, то количество грузополучателей даже по адресам, оно в разы больше, доходит до 45-50 точек. Соответственно, распределение затрат внутри рейса также настраивается в системе, устанавливается формулами либо пропорционально какому-то из показателей, которые у нас также, да, учитываются в рейсе. Ну и, соответственно, мы можем анализировать введенные затраты либо доходы по любым разрезам подразделения, направления деятельности, заказчик, по перевезенному грузу, по организации и так далее. Кратко об эффектах внедрения системы ТМС в компанию МПАРТС. Оптимизация маршрутов доставки у них осуществляется, как ранее уже говорила, с помощью расписания периодических рейсов. Москва планируется автоматически. Отдельно, собственно, распределяются по доступным собственным транспортным средствам и транспортным средствам наемных перевозчиков. Оперативно осуществляется контроль исполнения рейсов с помощью мобильного устройства. Повышено качество предоставляемого сервиса. Это одна из задач организации, которая ставилась и которая должна быть достигнута несмотря на увеличение роста клиентов, их заказов и так далее. Ну и, соответственно, это снизить нагрузку на сотрудников службы доставки. То есть, ранее они планировали рейсы в ручном режиме, сейчас часть, большую часть, собственно, на себя взяла система. Логиста уже возможно, только какая-то корректировка, исходя из того опыта, который он имеет на данный момент. Вот. Это, соответственно, кратко о тех возможностях системы, которые есть по Аксилотам АС-Х4. Давайте, соответственно, посмотрим на те вопросы, которые вы нам, наверное, задали. Зачитаю вопросы. Есть ли возможность оформления акта возврата, например, брак или доставлено неверное количество. Если есть, то каким образом печатается акт для того, чтобы его сразу подписать у клиента. но обычно акты водитель не может собственно с мобильного устройства распечатать. Вот. И ну как оформляются вычерки в первичной документации, где ставятся собственно подписи того, кто принимает этот груз. И далее уже осуществляется переоформление документов для данных грузополучателей. Либо можно, соответственно, сформировать акт на основании того, что мы получили от водителя и переслать его грузополучателю, тот распечатывается и подписывает и отдает водитель. Почему? Потому что при работе с мобильным клиентом мы в принципе всю эту ситуацию там видим сразу. Окей. Тогда следующий вопрос. Наташа, скажи, а есть ли функционал поиска обратных рейсов? В системе как-то интеграции с внешними порталами, если я правильно поняла вопрос, он не настроен, в ней есть свой тендерный портал, который ведется с теми перевозчиками, с которыми уже заключено соглашение, куда-то выкидывать транспортные средства, говорить о том, что он свободен, что мы можем предоставить его для исполнения услуг, в ней не предусмотрено. Следующий вопрос. Планирование рейсов по точкам происходит по каким алгоритмам картам учитывает ли систему загруженных дорог онлайн? Хороший вопрос. Соответственно, отвечаем последовательно. По точкам происходит по каким алгоритмам? Соответственно, при планировании мы используем алгоритм сбережения коварка райта, который также позволяет устанавливать дополнительные параметры, которые нам необходимо контролировать. Например, это учет временных окон получения груза, которые устанавливаются в заявке как временное окно получения, период временного окна получения, когда грузополучатель готов принять груз. Также при планировании рейсов на собственный парк, если мы понимаем, что у нас одна машина может несколько рейсов исполнить за ним, то есть возможность устанавливать цикличность при планировании, даже есть возможность контролировать расстояние по сформированным рейсам, то есть, например, более установленного километража рейсы не формировать, либо устанавливаем контроль по времени, то есть рейс, например, больше 12 часов, также, допустим, не создавать, основываясь на график работы водителя. Есть возможность ограничивать точки, количество точек в рейсе, при этом система, соответственно, при автоматическом планировании не превысит установленный показатель. Есть возможность устанавливать процент загрузки транспортного средства, потому что не всегда мы можем запланировать машину на 100%, исходя, например, из не совсем достоверных фактов по отобранным грузам. То есть, объем может быть, например, больше по факту сборки, соответственно, процент загрузки машины снижается. К этому также хотелось бы отметить, что система работает с четырьмя показателями. Это масса, объем, количество мест, количество загрузочных метров. При необходимости включаются только необходимые параметры, остальные отключаются в константах системы и не соответственно, не отображаются ни в документах, ни в рабочих местах. И что еще хотелось бы отметить, по машинам, когда мы устанавливаем собственно ограничения, можно, например, при адресовке зон, определенные зоны установить для определенных транспортных средств, которые могут выполнять работы. Если эта связка жесткая, система контролирует это и ни в коем случае не отправит машину из одной зоны в другую. Будет назначать эти задания только установленным транспортным средством. И контролирует, как я ранее говорила, правила доступности партнеров. То есть определенные транспортные средства, модели транспортных средств, либо определенные водители могут работать с определенным грузополучателем. То есть не подходит по высоте, например, пантусов, можем только маленькие машины принимать, либо грузополучателю нельзя проехать фури, потому что она не развернется, не встанет, либо под эстакадой не пройдет. Настраиваются эти правила, системы контролируются при планировании. По поводу карт, мы работаем с пятью сервисами, два бесплатных OpenStreetMap и Axelot Maps. В принципе, одно и то же. Исключение вставляет, что если устанавливать в себя OpenStreetMap, это отдельный сервер на Linux, поддержку осуществляете самостоятельно, так как это бесплатные карты, там отрисовка происходит собственно через интернет, сервисов никаких не предоставляет, то есть где может проехать легковой автомобиль, значит проедет и грузовой. Ну а Axelot Maps это те же самые OpenStreetMap, только развернуты на наших серверах, вам не нужно заморачиваться с установкой у себя, мы сами их поддерживаем, периодически мы их обновляем, но еще раз повторюсь, никаких сервисов дополнительных вы получить от них не можете. Ну и сразу хотелось бы отметить, при работе с бесплатными картами есть проблемы с геокодированием адресов, то есть там максимально правильно введенные адреса, то есть сервис геокодирования прям совсем примитивный. И три платные карты, это CityGit, Яндекс и Google. В основной части проектов мы используем CityGit, компания наши партнеры, которые предоставляют собственно картографию. Здесь хотелось бы отметить, что возможная установка дополнительных сервисов, это учет статистики по пробкам, это запрет проезда по платным дорогам, грудным, дворовым, возможно вводить запрет на определенную зону самостоятельно, то, что будет в дальнейшем при планировании учитываться, то есть то, что нужно собственно объехать, ну потому что дорога закрыта для грузового транспорта. По Москве и Санкт-Петербургу есть возможность планировать с учетом проезда грузового транспорта, такой сервис у них есть, плюс еще запрет проезда по через переправы, доп.сервис у них появился недавно, ну и пропускная система внутри средства Москвы, это Садовая и Третья транспортная МК, настраиваются правила, устанавливаются транспортные средства, если таких пропусков собственно машины нет, то система строит маршруты с учетом объезда наших колец, да, колец, правильно. Если резюмировать про карты, то вывод можно следующий сделать, чем выше требование качества планирования, тем больше вероятность того, что вам нужны именно платные карты, либо Яндекс, либо Стигит, либо Google. По поводу учета загруженности дорог онлайн, здесь хотелось бы сразу отметить, если вы ведете работу день в день, то статистика она все-таки предоставляется за прошлый период. При планировании, например, сегодня на завтра, мы никак с вами не угадаем, какая загруженность дорог будет завтра, какие аварии собственно будут на пути следования нашего транспортного средства по проложенным нами маршрутам. То есть при планировании используется статистика, а вот допустим, когда у нас водитель прокладывает маршрут у себя в навигаторе либо в Янтексе либо в гугле до следующей точки, тогда маршрут строится с учетом текущей дорожной обстановки. Но это происходит уже именно на мобильнике у водителя. Следующий вопрос. Если товар на складе собирается по СКЮ, а водитель отдает по местам коробками либо еще как, как проводится такой учет? Здесь вопрос такой собирается понятно по СКЮ, зависит от того, с какой системой вы работаете. А если брать в расчет нашей системы ВМС, то мы собираем по СКЮ, но укладываем и в какое-то место хранения, в какой-то контейнер, в какое-то грузовое место, на которое в дальнейшем мы распечатываем собственно этикетку и с указанным на нем штрих-кодом. Если у вас процесс аналогичен, то соответственно это грузовое место с этим штрих-кодом, с этим набором товарных позиций интегрируется в систему ТМС, как происходит уточнение товарного состава по рейсу и водитель при передаче груза сканирует штрих-код этой коробки и соответственно передает груз грузополучателю. Подожди, сейчас, а если необходимо соответственно также отчитаться по товарному составу, то тут чисто на физическом уровне, мы сравнили собственно номенклатуры, которые должны отдать, отдаем, отмечаем факт того, что мы передали. Здесь хотелось бы отметить, что сканирование штрих-кода номенклатуры в мобильном клиенте на данный момент не предусмотрено. Готовы? Да. Дальше поехали. Насколько быстро работает мобильная версия и на чем она написана? Написана она не на 1С, написана на C-Sharp, а насколько быстро работает мобильная версия. Абсолютно быстро. То есть если у нас все нормально с интернетом для того, чтобы осуществлялась передача данных, то соответственно передача информации переходит. переходит, передается в онлайне. В случае потери связи мобильный клиент продолжает работать, возможность учитываться у водителя она остается в мобильном клиенте. Исключение составляет только ввод информации о непереданных товарных номенклатурах. Там соответственно сложнее в оффлайне работать, так соответственно связь есть, все хорошо. вопрос следующий можно ли формировать эффективность процесса доставки например в виде графика? Не совсем да? Вот просто тут вопрос в чем мерить эффективность успели в точку не успели все выгрузили не выгрузили тут нужно просто понимать что в вашем понимании эффективность потому что у всех в разных интерпретации этого понять либо это вывод отчета в системе есть предопределенные отчеты например планфактный анализ по рейсу то есть есть данные по тем которые запланировала система по сколько мы должны приехать во сколько мы должны уехать что мы должны передать по факту исполнения рейса водителем например с помощью мобильного клиента также прилетают фактические данные мы производим собственно сравнение в данном виде отчета вот и тут хотелось бы отметить что система Axelot TMS X4 она написана на платформе 1S 8.3 управляемой формы она доступна для введения для доработки в ней отчетов как с помощью нас так и с помощью вас то есть внешние обработки внешние отчеты к ней прикручиваются и вы соответственно их видите ту самую эффективность в том виде в котором вы хотите ее собственно наблюдать спасибо дальше поехали есть ли интеграция с WMS 4 с нашей и что имеется в виду если какая-то типовая но типовая какая это через веб-сервис или через нашу я думаю здесь не про форматы а про то чем ну с WMS 4 собственно разработчиками которые мы являемся соответственно есть если брать например в расчет это выгрузка рейсов в систему WMS чтобы подшлить отбор непосредственно по этому документу забор от WMS факта отбора продукции по грузовым местам также интеграция справочников производится транспортных средств водителей ну а больше нам собственно от WMS ничего не нужно это факт отбора и собственно формирование рейса WMS мы соответственно отдаем рейс с обратным порядком загрузки в машину но это есть факт отбора по грузовым местам дальше поехали если есть задержка на выгрузке пересчитывает ли программа время доставки на другие точки да такой параметр есть он устанавливается в системе устанавливается даже время через которое мы должны собственно пересчитать маршрут чтобы понимать успеваем мы дальше либо не успеваем если окажется что одного клиента на маршруте окружать не нужно когда водитель уже на маршруте какая есть обратная связь сервис менеджера с водителем данного клиента можно удаленно удалить с маршрута со второго вопроса начну удаленно можно удалить не то что удалить а отменить доставку этому клиенту. Соответственно, у водителя произойдет изменение маршрута, он, собственно, увидит, что эта доставка отменена, ехать туда не нужно. Сервис-менеджеры, как они с водителем, либо через чат, если у них есть доступ в систему ТМС, ну и либо по телефону с ним связывают, говорят о том, что не нужно туда ехать. В любом случае, отменить эту точку нужно. Такая возможность есть у тех, кто работает в системе, с помощью корректировки маршрута происходит отмена доставки, либо можно дать такую же возможность водителю. У него есть, собственно, команда, по которой он отменяет доставку, а в мобильном клиенте и в самой системе формируется дополнительная точка по возврату грузовых складов. Так, вопрос следующий. Когда экспедитор сдает товар в торговой точке, в мобильном приложении нужно по каждой позиции вводить количество, не только по тем, по которым есть расхождение? Да, возможен и первый, и второй вариант. Исходный код системы открыт или нет? У нас есть две вариации поставки ТМС. Одна вариация с закрытым кодом частично, то есть основная логика бизнес открыта, но закрыты некие базовые алгоритмы для доработки. Например, модуль мошенцизации будет закрыт для доработки. Но, кроме этого, есть поставка с полностью открытым кодом, и там уже можно делать в принципе все, что угодно. Как своими силами, так и нашими. Нашими можно и там, и там. Вопрос новый. С какими еще системами есть готовая интеграция? Система ТМС есть готовая интеграция с типовыми системами классокорпоративных. ERP-2, UT-11, UT-10, по-моему, тоже, с УПП. Но, еще раз повторюсь, с типовыми конфигурациями. Ни на одном проекте, который мы, собственно, запускаем, мы еще не встретили ни одну типовую, потому что каждый под себя, собственно, дорабатывает ее, развивает, и, собственно, уже возникает потребность учитывать новые введенные данные и настраивать интеграцию уже по-новому. Да, то есть, во-первых, редко у какого из клиентов встречается именно типовая конфигурация корпоративной системы. Это раз, как сказала Наташа. А во-вторых, каждый клиент хочет выстроить работу таким образом, как будет удобно ему. То есть, возможно, это будет отличаться от типовой схемы интеграции. Поэтому очень часто и почти всегда наша интеграция, ну, не типовая форма проекта. По поводу расчета внедрения, вам нужно обратиться в отдел продаж, и там вам, либо я, либо мои коллеги, с удовольствием помогут посчитать стоимость проекта. Но вопрос, есть ли какие-то ограничения или параметры для смартфонов при установке мобильного приложения? Даже при формировании коммерческого приложения какого-то, да, там от нас, мы указываем минимальные и рекомендуемые параметры для мобильного устройства. Начинаем мы с версии Android 4.1, но сразу хотелось бы отметить, что часть функций будет недоступна для этой платформы. Минимум, ну, точнее, минимум получается 4.1, рекомендуемые от шестой версии устройства. По фирме-производителю у нас ограничений нет. То есть ограничением является только версия Android, если вы хотите пользоваться всеми доступными функциями приложения? Новый вопрос. Приходилось ли вам сталкиваться с автоматизацией двух и более юрлиц в одну общую систему? Наташа. В системе нет ограничений по юрлицам. У нас на опыте до 29 организаций вводится, которые, собственно, осуществляют продажу грузов, они фиксируются в заявке, и в дальнейшем мы, соответственно, можем по ним аналитику посмотреть. Чем система текущая, видимо, TMSX4, отличается от предыдущей? Видимо, TMSX3. Первое отличие – это новый мобильный клиент TMSX4. Следующее отличие – это расширенная работа с контейнерами, с контейнерными перевозками. И третье – одно из ключевых отличий. И третье – это более детальная работа с мультимодальной перевозкой. Правильно? Угу. Собственно, с третьей на четвертую можно легко перейти путем обновления конфигурации. То есть в этом проблем, собственно, нет. То есть это не совсем другая система, кардинально. Если у вас была TMSX3, то вы путем обновления можете подняться до четвертой версии. Подняться. Новый вопрос. Стоимость затрат на доставку за транспортировку по товару формируется до перевозки или после? Вот если здесь имеется в виду… Я считаю, стоит поговорить про плановые расходы и про фактические зарезы. Да, да. Ну, я и хотела договорить, что если эта речь идет по расчету стоимости рейса, да, там, возьмем два разреза, да, на собственный парк и, соответственно, на наемный. С наемником у нас заключено, собственно, соглашение. Соглашения введены в систему. При планировании рейса и при установке его в рейс мы можем рассчитать уже стоимость затрат на эту перевозку согласно тем параметрам, которые установлены у нас в правиле расчета тарифа. Да, там, в зависимости от чего, по направлениям, куда везет, там, не знаю, там, время работы, количество точек, увеличение количества точек, там, выезд за территорию, как это быть, мы гады-то нашим. За зону. Да, за зону. То есть, изначально, когда мы, собственно, планируем рейс, да, и хотим знать, сколько, какие у нас планы, мы рассчитываем плановые расходы. Если брать собственный парк, то прямые расходы мы можем посчитать на основании выдачи путевого листа. В путевом листе у нас также, да, формируется на основании рейса, мы знаем расходы транспортного средства, норма, да, норма расходов ГСМ. Мы можем также посчитать плановый расход, ну, какое количество топлива потратится, и, соответственно, вывести цифру, сколько мы потратим. Вот, и по факту завершения рейса, мы, соответственно, уже формируем документы фактические расходы. Но здесь вот тоже, если это собственный парк, то при сдаче путевого листа мы отмечаем конечный остаток, рассчитываем фактический расход. При работе с наемным транспортом, то, соответственно, по факту предоставления акта выполненных услуг, в зависимости от того, какой период он предоставляется, за неделю, за 10, не 15, либо за месяц. То там мы, соответственно, рассчитываем факт и уже производим сверху, потому что зачастую факт от плана отличается, какие-то форс-мажоры появляются, заедите еще, пожалуйста, сюда, а это рифицируется отдельно, какие-то простои и так далее. Ну и, соответственно, да, и вывести это все в отчет и, собственно, даже по заявке, страты, которые были запланированы по ней, есть, соответственно, факт полученный. Всем большое спасибо за участие в вебинаре. Будем рады видеть вас на наших новых мероприятиях. И вообще у нас. И у нас, да, и в качестве клиентов наших, да. Все, коллеги, всем большое спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.